Ола амигос, на связи Матвей. Когда-то давно на своём канале я сделал обзор на гайд, как сделать 60 фпс в Fortnite Mobile на Android. И если вы смотрели это видео, вы помните, что по итогу у меня ничего не получилось, и были какие-то нестабильные 60, даже не 60, 15 фпс было у меня в среднем. С того момента я, так уж и быть, смирился, что, к сожалению, нормальных 60 фпс на Android добиться нельзя. А большинство гайдов на YouTube либо устарели, либо фейк. Несколько дней назад мне отписал подписчик и сказал, что он нашёл 100% рабочий способ, как сделать 60 фпс в Fortnite Mobile на Android. По итогу у меня вышли практически реально стабильные 60 фпс на моём Android устройстве. Если вы тоже, как и я, устали от лагов в Fortnite Mobile на Android, то предлагаю вам внимательно смотреть это видео до конца и следовать мои инструкции. Сегодня я решу вашу проблему раз и навсегда. А перед тем, как мы начнём, я предлагаю вам подписаться на мой канал. Только здесь вы найдёте самый лучший контент по Fortnite Mobile и не только. И несмотря на то, что я новичок и имею чуть больше тысячи подписчиков, контент у меня реально пушка. Такого никто не делает. Но если вы уже подписались на мой канал, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня — это мой тегавторомотивкар в вашем ежедневном магазине Fortnite. Мело водите его и покупайте исключительно с ним. Вот просто подумайте, за свои старания я не прошу от вас ни подарков, ни донатов. Просто ведите мой тег себе в магазин и радуйте себя покупками. Ну или дарите подарки своим друзьям. Очень сильно надеюсь, что я это заслужил. Также не могу не упомянуть свою группу ВКонтакте. Вписавшись на мой официальный паблик ВКонтакте, вы будете всегда в курсе последних событий канала и игры в целом. Также там, наверное, есть самая топовая беседа по Fortnite, в которую вы можете ступить, там и я бываю иногда. Мы будем вам очень рады. Также в моей группе ВК есть отдельный альбом для скринов покупок с моим тегом. Обязательно добавляйте туда свои скрины, вставлю видос. Ну а по рекламе это всё, а мы и погнали! Кстати, оцените мои топовые обои, да-да, очень классно. В общем, я создал отдельную папку, где поместил все нужные программы. Ссылок в описании не будет, потому что все эти программы можно легко скачать в PlayMarket. Когда уже все приложения установлены, через Multiple Account мы ещё скачиваем клон Fortnite. Как видите, он у меня уже скачен. Также добавляем клон приложения Root Browser. Добавить приложение, кстати, вы можете, нажав на плюсик. Теперь мы запускаем Root Browser. Далее вам нужно будет открыть конфиг по моей инструкции. Нажимаем на три полоски, потом на Root Directory. Два раза подряд ещё мы нажимаем на папку Data. Далее вбиваем в поиск Fortnite и открываем верхнюю папку com.epigames. В ней мы открываем Files, потом UE4Game, потом Fortnite Game, потом ещё раз Fortnite Game, потом Saved, потом Config, потом Android, потом Gamer User Settings. Ну и конечный файл открываем через Quick Edit. Проверьте, чтобы у вас была снята блокировка на только чтение. Дальше ищем 96-ю строчку и меняем 300 FPS на 60. Также помимо изменений FPS мы также изменили пару настроек, так что чекайте, что сейчас на экране и сверяйте, так ли это у вас. Строчек не так много, так что проверять будете не очень долго. После того, как вы внесли все изменения в конфиг, открываем настройки телефона. Тут мы вбиваем и ищем отдел о телефоне. Далее нам нужно стать разработчиком. Для того, чтобы стать разработчиком, вы должны спамить по кнопке номер сборки. Как видите, я уже разработчик, а после ваших нескольких нажатий вам всего лишь надо будет ввести пароль и вы тоже станете разработчиком. Далее находим отдел системы обновления и щелкаем на кнопку для разработчиков. После этого мотаем вниз до графа рисования. Далее заменяйте свои параметры на параметры, которые вы видите у меня на экране. Также ускоряем работу GPU. Также включаем 4X MSA. И не забываем настраивать трендер графического процессора на Skiya. Далее находим и заходим в раздел экраны яркость. Выключаем умное разрешение экрана. И ставим HD+, то есть низкое разрешение. Ну и все, теперь самое время запускать игру. Также хочу упомянуть, если у вас что-то не получается, то смело пишите в нашу группу ВКонтакте и мы вам поможем все настроить. А пока оцените, как я недавно разбил свой телефон. В общем, по итогу, когда вы зайдете в настройки игры, в частота кадров у вас будет ставить функция Option, в конфигурации качество низкое, а 3D разрешение будет 37. И да, не обращайте внимания на этот баннер. Этот баннер потому, что у меня закончилась память на телефоне и дезагрузить Fortnite он не может, так что мне придется чистить галерею. Кстати, полная память на вашем телефоне также может стать причиной лагов Fortnite. И как вы видите, по итогу у меня практически чистые 60 FPS. Что могу сказать относительно игры, то в творческом режиме это чистые 60 FPS, даже больше. Как минимум в боксы со своими друзьями ПК-боярями играть вы точно сможете в комфорте. И я опять пришел к выводу, что высокий FPS повышает ваш скилл в игре. Лично я со времен своего iPhone X так и не играл в 60 FPS нормально на телефоне. И для меня это было так удобно строиться в 60 кадров в секунду, вы не поверите. Один из минусов такого способа, что у вас крайне низкое 3D разрешение. Если вас устраивает такая террария в Fortnite, то для вас никакой проблемы играть не будет. В паблике и арене FPS удовлетворительный. Да, иногда он проседает до 30. Но все же, как по мне, это лучше, чем обычный 30 FPS, который нам дает оригинальная игра. Также, я повторюсь, единственный минус это 3D разрешение. С этим 3D разрешением крайне сложно снайперить. Однако, играть агрессивно вам будет намного удобнее. Вот, кстати, я выпрыгнул с автобуса и посмотрите на мой FPS. Я даже в этой кальке умудрился взять топ-1. Если же у вас будет сильно проседать игра, то попробуйте пересмотреть трейлер боевого пропуска. Если это не поможет, то, увы, у вас очень слабый телефон. А если у вас остались какие-то вопросы или вы не можете сами установить 60 FPS, то смело пишите к нам в группу ВКонтакте, и я со своей командой с радостью вам помогу. Ну а с вами был Матвей. Hasta luego.